Друзья, привет! Это интернет-магазин Боколесо. И в этом видео я хочу показать вам и рассказать об очередном нашем выпускном заказе, на этот раз на шину ECO GAMMA IceGuard IG65. То есть, достаточно свежая модель, надо сказать. И в этом видео мы с вами оценим рисунок протектора этой шины, мы посмотрим глубину рисунка протектора этой шины, измерив специальным прибором. Мы с вами посмотрим на форму шипа этой шипованной шины, насколько он современен, интересен и многогранен. Насколько мягкие или жесткие борта у этой шины, то есть, насколько они еще толстые или тонкие. Мы с вами оценим индексы скорости и нагрузки этой шины, то есть, посмотрим, насколько сильно ее можно нагрузить и насколько сильно разогнать. Мы с вами посмотрим страну производства этой шины, мы с вами посмотрим, на какой неделе и в каком году она была произведена. И как это можно посмотреть самостоятельно Также мы с вами посмотрим Различные маркировки на боковине шины То есть, обычно это, знаете Максимальное давление Какое можно захочать в шину Еще там пишется, например Thread place То есть, sidewall place Это обозначает Какой корт вообще у шины То есть, чем она армирована Это тоже все мы с вами, друзья Посмотрим Ну и давайте начнем с рисунка протектора Этой шины мы видим, что он ярко выражен Направленный, тому должно быть Подтверждение на боковине Сейчас мы его попытаемся с вами Найти, вот оно Rotation, видите Такая стрелочка, даже какая-то птичка Что ли И это нам говорит о том, что шину исключительно Надо одевать правильно, то есть, вращение Должно быть вот такое По ходу движения автомобиля Одевайте шину правильно, это залог того Что шина будет и работать правильно То есть, правильно будет отводить влагу Или в нашем случае, если это В общем-то зимняя шина Это будет какая-то такая слякоть Будет шуметь не сильнее, чем того Требуют инженеры и разработчики этой шины Естественно, по асфальту Потому что, ну, по снегу Обычно что там шуметь, да? Ну, друзья, давайте посмотрим На сам рисунок Помимо того, что он ярко выражен Направленный, то есть, он будет хорошо отводить Различную слякоть Такую, мы видим, что он очень Такой, знаете, необычный И, на мой взгляд, вот это вот такое Крупное ребро продольное Оно призвано Ну, обеспечить шину такой хорошей Курсовой устойчивостью Но вместе с тем мы видим, что И вот, видите, вот эти вот ламели Они достаточно такие Крупно нарезанные, я бы сказал То есть, шина, на мой взгляд Со льдом будет работать только Посредством шипов По сути дела Потому что есть шины нарезанные Вот, допустим Ну, вот смотрите Мишлен, допустим Видите, как крупно нарезан Или Нокиан Видите, тоже Точнее, мелко здесь нарезан Я извиняюсь А здесь очень крупненько Так вот нарезан И, значит, полагается шина В борьбе со льдом Именно на шип Но тут есть на что полагаться На самом деле Потому что шип такой, видите Интересный, многогранный И, что самое интересное Что не только шип Так, вот фокус попал Этот шип Не только шип Многогранный Но также и фланец Видите, какой Тоже имеет много граней И, соответственно Шина, в принципе, на льду Должна себя вести Ну, плюс-минус Неплохо хотя бы И плотность ошиповки Тоже достаточно неплохая Но не сказать, что она прям супер Она достаточно средняя Но, тем не менее Шипов немало Ну и давайте Обратимся к наклейке такой Которая имеется На каждой новой шине Здесь указано, что шина Имеет повышенный индекс Нагрузки Соответственно, 94 Что соответствует Если перевести В килограммы Соответствует И у меня шпаргалка На самом деле, друзья Что соответствует 670 килограмм на шину Или 2 тонны 680 на комплект А вы заметили Что индекс скорости У шины Т Это 190 километров в час На шине можно разогнаться Но на зимней шине И вообще зимой Я бы не стал бы разгоняться До такой скорости Что-то как-то опасно Мне кажется Давайте посмотрим на боковины Я их уже схватил В свои ручищи И могу сказать Что боковина Она такая Очень средняя Она не мягкая Но она и не сильно жесткая Она достаточно сбалансирована И это мне нравится Безусловно Давайте перевернем шину Положим ее на бачок И посмотрим Что же за маркировки У нас здесь есть Ну, первая маркировка Такая большими буквами Написано IceGuard IG65 Модель достаточно новая Как я и говорил Здесь указано Что шина радиальной конструкции Она имеет стальной корт Она бескамерная Здесь указано Максимальное давление на шину 50 PSI То есть это почти PSI, кстати Это фунтов на квадратный дюйм А если перевести в атмосферу В наши привычные То это будет где-то 3, ну, почти 5 десяток Может быть 48 сотых Где-то так Атмосфер И максимальное давление Точнее максимальную нагрузку На шину Мы с вами уже проговорили Это 670 кг Extra load Дальше идет Собственно Вот эти вот маркировки По размерам Маркировка Rotation Которая Говорит нам Как же монтировать Шину В каком направлении Ну и что здесь еще Мы можем найти Интересно Не особо На самом деле Блещет Количество маркировок Шина Ну, по крайней мере По вот этой стороне Может быть На другой стороне Что-то Есть еще Потому что На многих шинах Ну, внешняя и внутренняя сторона Они абсолютно Ничем не отличаются Stadet Означает Что шина Была ошипована На заводе То есть Именно Вот это вот Окончание Идея Означает Что шина вышла С завода Именно уже с шипами То есть Была ошипована И это Такая тоже Одна из Интересных деталей Так Перевернули шину Смотрим Что здесь у нас А у нас Здесь есть Какие-то Дополнительные Маркировки Я вижу Друзья Маркировка Е4 Обозначает Что шина Была сертифицирована На Европу На Евросоюз И Сама процедура Сертификации Произошла В Нидерландах То есть В Голландии Шина была Произведена На 38 неделе 2017 года Это всегда Пишется Вот в таких Вот овальных Или близко к овальным Кружочках M плюс S Обозначает Что шина Будет вести себя Хорошо В мат Плюс N То есть В слякоти И это В общем-то Было очевидно Исходя из Рисунка протектора Шины Желтая точка Обозначает Что здесь Находится Самое легкое Место шины И Как правило На монтажке Его надо Соединять С тем местом На диске Где у нас Вентиль Тогда Балансировка Шины Произойдет Лучше Чем если Этим правилом Пренебречь Ну В общем-то Маркировок Особенно Здесь И нет На Америку Судя по всему Шина Не сертифицировалась Потому что Маркировки D.O.T. Я здесь Не вижу Есть такой QR-код Здесь Зашифрована Вся информация О Производстве Шины То есть Вплоть до Смены Которая Выпустила И на какой Минуте Она выпустила Эту шину С конвейера Чтобы Если вдруг На шине Образуется Точнее Не образуется А выявится Заводской брак Какой-либо То Было Понятно Откуда Искать ноги По этому Штрих-ходу Всю информацию По шине Можно Считать Красная Точка Это самое Тяжелое Место На шине Ну это так В противовес Легкому Друзья Вес Надо сказать Да По весу Эта шина У меня Здесь все Веса Которые Шины У нас Здесь Представлены У меня Есть У меня Садится Голос Снимается Все В один День Это Безумно Тяжело Друзья И Если Я все Это Делаю Не Зря Поставьте Пожалуйста Лайк Этому Видео И Подпишитесь На Наш Канал Потому Что Это Большой Большой Труд И Господи Где же Она Вот Она Йока 9,8 Кг Она Весит В общем То Вес Такой Чуть Чуть Выше Среднего Вроде Такой Нормальный Рабочий Нормальный Рабочий Вес Все Друзья Вроде бы Рассказал А Не Не Все Не Все Друзья Рассказал Мы же Еще Пытались С вами Изучить Из чего Состоит Корт И как Армирована Эта шина А что Я пропустил А почему Я пропустил Эту информацию Ну Ка Ну Ка Давайте Посмотрим Нет Этой информации Я Обыскал Всю Шину Пока Поставил Запись На паузу И знаете Почему Этой Надписи Нет Все Очень Лаконично И просто Эта шина Не сертифицировалась Еще раз Повторяю На Соединенные Штаты Америки ДОТ Здесь Нет Маркировки Соответственно Мы Делаем Вывод О том Что Состав Корда Шины Это Исключительно Прерогатива Шин Сертифицируемых На Америку На Соединенные Штаты Америки А на Европу Этой информации В общем Так Как Различным Русским Людям Знать Из чего Корд Состоит Считает Игагама Но Вот Как-то Так Хотя Просто Другие Требования Вот И Все Действительно Друзья Если Будут Вопросы Какие Пишите Пожалуйста В Комментариях Спасибо Большое Что Досмотрели Это Видео До Конца Подписывайтесь На Канал И Пока Пока